Всем привет дорогие друзья! С вами Лисми и у нас снова интересное видео про первую прочитанную мной книгу в новом году. Если честно, это не какая-то новогодняя книга, а просто очень интересное произведение иностранного писателя Порика Кенни и называется она «Жестянка». Это невероятно интересное произведение про роботов. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к самой книге, я вам расскажу историю, как она вообще попала ко мне в руки и о том, как я ее начал читать. Началось все с того, что ко мне пришла мама, подарила эту книжку и сказала «Здесь рассказывается про искусственный интеллект, так что думаю тебе будет интересно почитать». Представляете, как сложилось, что где-то за несколько дней до этого мой брат показывал мне отрывок из фильма «Матрица». Ну, если кто не знает, это фильм, в котором искусственный интеллект поднял восстание против людей и после такого, это были какие-то страшные отрывки, мне было страшно браться за эту книгу. Но если у кого-то будет, опять же, такое ошибочное мнение, как и у меня, что здесь про искусственный интеллект, который захватил мир, то нет, я бы сказал, что эта книга, ну, в частности, более милая. Хотя это, наверное, не точный синоним, она скорее не относится к жанру утопий и антиутопий. Вот так. Здесь все просто по-другому. Ну, чтобы развеять последние сомнения, давайте я расскажу, как устроена эта книга и про что, если не про искусственный интеллект, собственно, в ней рассказывать. Несмотря на то, что книга, казалось бы, про роботов, про все такое современное, она с самого начала отсылает нас в начало 20 века. И там действие происходит в Англии. Что интересно, это произведение по своему, так сказать, времени, местопроисхождение напомнило мне книгу Тайна Лориспема. Вот только там было все примерно в то же время и происходило все это дело во Франции, а здесь у нас уже все происходит в Англии. Кстати, если вы не видели обзор на трилогию, интереснейшую трилогию Тайна Лориспема, то вот тут я специально для вас оставляю подсказку. Переходите и обязательно ее посмотрите. Ну, что же у нас такого происходит в жестянке? Так получилось, что в начале 20 века в Англии начали активно изобретать роботов. А все потому, что один человек смог оживить роботов. Как он это сделал? Ну, он это сделал каким-то магическим путем, с помощью магических глифов. И это стали называть базовой активацией роботов. Благодаря ей роботы могли думать, что-то делать, помогать как-то людям и даже чувствовать и жить. Они были добрыми и в принципе могли существовать как настоящие существа. И было все хорошо, прекрасно. Роботы помогали людям. И все это было так хорошо до того момента, как один человек не придумал улучшенную активацию. Напомню, что сначала была базовая, а он придумал улучшенную активацию, где в тела роботов можно было переселять души людей. И вот тогда, как оказывается, начали происходить катастрофы с роботами. Как только в них вселяли души, они становились агрессивными, злыми и начинали убивать обычных людей. Поэтому улучшенную активацию и запретили. И если кто-то сейчас подумает, что я углубляюсь в сюжет книги и, наверное, уже полкниги вам пересказал, нет. На самом деле, всю эту информацию, которую я вам сейчас рассказываю, чуть менее подробно, но можно найти на самом первом развороте книги, где можно почитать про законы механики. В ней-то как раз-таки и рассказывается, что роботов, а в этой книге они называются механиклы, можно оживлять только посредством базовой активации, не посредством улучшенной. И на это нужно иметь специальную лицензию. И что же, собственно, происходит в этой книге? Да, у нас есть мир роботов, в котором они изобретаются. Что-то же такое интересное должно произойти? Вообще, аннотация нас отсылает к тому, что существует такой мальчик Кристофер, который служит, так сказать, в подмастериях у горя-мастера, у которого, ну, не особо что получается, он создает роботов, а они у него выходят всегда какими-то неказистыми, странными. Ну, и все это происходит непосредственно в том месте, где я вам описал. И если честно, как по мне, аннотация не совсем точно отражает саму суть книги. То есть, начинают в ней происходить уже ближе к началу какие-то мистические, магические события. И история уходит далеко от того горе-изобретателя и его роботов. Однако, почему-то аннотация об этом молчит. И я вам скажу, что эта книга таит в себе даже больше, чем она обещает. Так что, обязательно беритесь за ее прочтение. Ну, и вообще, сейчас мне хотелось бы как-нибудь вас заинтересовать этим произведением, потому что мне оно, ну, очень понравилось, когда я его читал. При этом, не раскрыв все карты сюжета. Ну, чтобы вам было интересно, собственно, книгу эту читать. Но, скажу я вот что. Что в этой книге не будет супер-боевых сцен. Множество красочных локаций, как роботы будут сражаться друг с другом, перебегать из одной локации в другую. Нет, здесь скорее ведется больше моральная подача книги, нежели какая-то с очень закрученным сюжетом. Хотя, писатель держит на протяжении всего-всего произведения огромную интригу, которую очень неожиданно раскрывает в конце. На самом деле, как я считаю, идея произведения в том, что писатель нам говорит, что сами существа-роботы созданы для того, чтобы помогать людям. Они безобидные, добрые, у них есть своя правильная и моральная точка зрения. И непосредственно вот эти самые механиклы, они по-настоящему искренны и добры. Но как только в них заселяется в тело робота душа человека, только тогда непосредственно механиклы становятся злыми и становятся способными на жестокость. И почему это происходит? Здесь автор дает повод задуматься нам больше не о роботах, а о себе. Почему именно наша душа способна на жестокость? Почему мы не можем быть такими чистыми и искренними, как эти идеальные роботы? Здесь автор ставит множество вопросов, на которые каждый читатель сам для себя может найти ответ. Да и вообще, в произведении встречается очень много противоречивых персонажей, у каждого своя точка зрения, и персонажи здесь были не как в сказках, чисто положительные и чисто отрицательные. И нельзя было сказать, вот он плохой, вот он хороший, я болею за хороших, и все хорошо. Нет, здесь на самом деле проведены очень тонкие психологические нити. Объяснена судьба каждого человека, и почему он, например, преследует такую цель, почему он стал плохим, почему он стал закрытым. Так что эта книга действительно, она подростковая, и рассказывает о том, какие вообще бывают люди, и что, опять же, моя любимая мысль в таких книгах, что на них нельзя вешать ярлыки, и что людей всегда нужно понимать, почему они чувствуют, что они чувствуют, и зачем идут на те или иные поступки. А вообще говоря, если анализируя персонажей, возможно, я бы что-то бы и поменял в книге. Конечно, не бывает таких идеальных персонажей, которые во всем добрые, но, с одной стороны, показалось, что герои, они немножечко странно себя вели в некоторых ситуациях. Не знаю, если прочитаете к эту книгу, напишите ваше мнение в комментариях. Ну, а вообще, если честно, я ждал у всей этой очень интригующей истории какой-то очень трогательный конец, который я ждал, и не знаю, то ли это тонкости перевода, то ли это специально писатель нам дал так подумать, но конца, который я, наверное, ожидал, я его не получил. Так что, если что, не обнадеживайтесь, и конец, возможно, вам придется додумывать самим. Хотя в таких произведениях это даже интересно. Еще сразу скажу, что я не совсем понял, почему книга называется «Жестянка». То есть, что на обложке изображен робот, которого, кстати, я не понял, откуда взял художник, потому что конкретно этого робота и по картинкам вот этого робота внутри книги самой нет. Ну, да ладно, роботы и роботы, и это отсылает нас непосредственно к книге. А вот почему книга называется «Жестянка», я не совсем понимаю. Возможно, перечитав еще раз, я найду какой-то скрытый смысл и до конца раскрою книгу, и уже потом пойму, почему оно так называется. Ну, а если вдруг у вас есть какие-то идеи, обязательно напишите об этом в комментариях. Мне будет очень интересно их почитать. Ну, а вообще книга очень здорово оформлена, из-за этого она читается очень даже легко. Ну, вот посмотрите, например, какие здесь интересные, хотя и черно-белые картинки. Очень на самом деле завораживают. И, возможно, конечно, они шли в противоречии с лично моим представлением каких-то роботов или с представлением внешности персонажей, однако было интересно узнать, как художник представил эти картинки. Так что рассмотрение картинок представилось мне как один квест. Сравните свое представление о персонажах с представлением персонажей, например, художника. Так что, если будете рассматривать картинки, тоже подумайте об этом. Ну, а на этом, думаю, пора заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть другие интересные обзоры на книги и разные путешествия. А также не забудьте перейти по подсказкам, которые я оставил в этом видео. Ставьте лайки, если вам понравился обзор на эту книгу. И, конечно же, читайте, дорогие друзья. Читайте и развивайтесь. Ну, а с вами был Лисми. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok